Кем оказался этот человек? Мы узнали через несколько дней. Из своего окна в своем зимнем саду на втором этаже я вижу, как молодые парни роются в земле напротив нашего дома и ищут закладки. И мы успокоились, думаю, ну, слава богу, что мы как бы поняли, для чего делалась фотография нашего дома. Ну, то есть вот такая была история. В жизни много происходит печали, неприятных ситуаций, но мы каким-то образом даже должны быть и благодарны этим людям, которые нам доставляют, может быть, какие-то неприятные моменты, за опыт. Друзья, всем привет! Продолжаю снимать уже через несколько дней, когда полностью все работы по восстановлению моего канала завершены. Итак, мой канал взломали в пятницу. Во второй половине дня. Чаще всего это так и происходит. Все из-за того, что впереди выходные дни, суббота и воскресенье. И в техподдержке выходной у сотрудников. То есть никто до понедельника блогеру помочь не сможет. Моя партнерка вышла со мной на связь в воскресенье. И еще хочу сказать, впереди новогодние праздники. Блогеры, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, потому что основной массовый взлом и кража каналов будет происходить именно перед новогодними праздниками. А это 29-е, 30-е, 31-е декабря. Потому что впереди длинные каникулы. И вам помощи придется ждать очень долго. Пока вы будете ожидать помощь, мошенники на вашем канале разместят видео с запрещенной тематикой. Или будут проводить стримы и зарабатывать на этом деньги. Или, допустим, проводить какие-то запрещенные торги. Как же я обнаружила, что у меня в пятницу взломали канал? Ну, я, во-первых, этого и ожидала подвоха, что что-то сейчас будет. И, значит, я открываю вечером свой YouTube-канал и меня выбрасывает. То есть светится кнопка «Войти». Я нажимаю «Войти» и понимаю, что я не могу зайти на свой канал. В строке «Поиск» я забиваю «Субтатьяна». И меня выбрасывает на какой-то канал, значит, с другим названием. Нет моего канала на этом месте. То есть они убрали полностью вот эту шапку канала. Убрали, естественно, мою аватарку, мое название. Нет моих видео вообще. Вместо моей аватарки стоит там какой-то значок непонятный. И на канале размещено видео на английском языке. Продолжительностью там час с лишним. И в этом видео, по-моему, проводились какие-то торги криптовалютой. Я, значит, естественно, в растерянности думаю, ну все, наступил тот самый час, как говорится, да, когда все-таки меня взломали. Я пытаюсь зайти на свою почту, и я не могу зайти. То есть у меня взломали мою почту. Мой почтовый ящик. Значит, в первую очередь, чтобы начать восстановление своего канала, нужно начать с восстановления доступа к своему почтовому ящику. Это сделать непросто, но возможно. Значит, подключился к помощи у меня сын Георгий, и мы с ним все-таки смогли восстановить доступ к моей почте. Мы поменяли пароль и сделали это с другого компьютера, как я уже говорила ранее. То есть вот на моем вот этом компьютере, взломанном, зараженном файлом этим, делать нельзя было ничего, никаких действий. Вот. Значит, на другом компьютере мы восстановили доступ и увидели, что к почтовому ящику был привязан какой-то другой номер телефона. В дальнейшем мы этот номер увидели, когда уже полностью восстановили канал. У меня даже есть номер телефона этих мошенников. Значит, и мы посмотрели, что взлом произошел через Финляндию. То есть вход в мой браузер, в мою почту был осуществлен из Финляндии. И, соответственно, для чего нужна была почта? Когда они воровали мой канал, они получили доступ еще и к моему аккаунту. Им нужно было там поменять всю информацию. А информация об изменении должна была прийти на почту. Поэтому они еще и взломали мою почту. И получали на моей почте различные коды, чтобы зайти на YouTube-канал. И мы, значит, заметили, что в моей почте был установлен фильтр. То есть все письма от Google автоматически из входящих перемещались в корзину. И по большому счету их, этих писем, и не видно. Но я их потом обнаружила в своей корзине. Итак, значит, первый шаг – это восстановить доступ к почте. Пока вы не восстановите этот доступ, дальше вы не продвинетесь, как говорится, в восстановлении канала своего. Значит, почту мы восстановили. И дальше мы начали восстанавливать доступ к аккаунту Google. Вот здесь уже все намного сложнее. Партнерка мне прислала ссылку, по которой я должна была пройти. И передо мной открывалась форма. Форма с различными вопросами, с графами, которые я должна была заполнить. Там имя, фамилия, время взлома, скрины, если они есть, переписки с мошенниками. То есть я должна была описать там ситуацию, как произошел взлом, откуда я знаю, что произошел все-таки взлом, кража канала. В общем, вопросы на них нужно ответить, написать там свою почту и обязательно указать номер привязки к Атсенс. А если вы еще не привязали свой канал к Атсенс, то вам нужно сделать это обязательно до января даже месяца. Даже если ваш канал в целости и сохранности, это я просто говорю блогерам. Обязательно привяжите канал к Атсенс, иначе потом вы не будете получать доход от монетизации. У меня привязки к Атсенс не было. И вот без этого моего индивидуального номера я не могла отправить форму о взломе, заполненную. Мне пришлось срочно еще, значит, оформлять вот этот свой аккаунт в Атсенс. И мне буквально через день присвоили там очень длинный номер. Этот номер я ввела в форму, и форма, как говорится, дальше ушла по инстанциям. Очень быстро я получила ответ от Google уже на почту, что мы ваш аккаунт восстановили, пробуйте туда зайти. Но, значит, смените пароль и установите двойную аутентификацию. Опять же, на другом компьютере сын мне во всем помогал. Без него я вообще бы, наверное, взялась бы за голову и ревела крокодилями, слезами. Потому что сын хорошо разбирается у меня в этих делах компьютерных. И по большому счету он мне очень хорошо помог в этом деле. Так вот, мы попытались зайти в свой аккаунт. Нам пришлось поменять там тоже пароль, установить двойную аутентификацию. И, наконец-то, мы зашли на мой канал. Но от моего канала практически визуально там ничего не осталось. Когда мы осуществили доступ в аккаунт Google, вот в мой канал YouTube, вот там-то мы и обнаружили и номер телефона, который был привязан мошенниками к моему аккаунту. Так вот, что же я вижу? Изменен полностью дизайн на моем канале. Полностью. Ничего нет. Ни видео нет. Ни описания канала, ни плейлистов. Вообще ничего. Как будто я зашла в гости на чужой канал. Но на самом деле, конечно, это канал мой. И вот тут началось восстановление моего канала. Этим я занималась дня два. Я, конечно, испугалась, что у меня вообще все мои видео удалены. Потому что я их не увидела. Когда я зашла уже в творческую студию, то я обнаружила, что все мои видео на месте. Мошенники их не удалили. Хотя могли удалить. Могли. Это им ничего не стоило. Один клик мыши и моих видео нет. Они, мои видосы, просто скрыли. То есть сделали настройку ограниченный доступ. Поэтому мои видео нигде нельзя было посмотреть в интернете. Они везде были просто скрыты. Далее. Я написала вновь название своего канала. Вернула баннер. Вот этот шапку наверху, которая вернула назад. Фотографию свою вернула. Открыла все свои видео. Конечно, это много времени заняло. Пришлось писать новое описание канала. Ставить всю информацию, где меня найти. Вконтакте, в Одноклассниках и так далее. То есть, ну, как будто бы оформлять канал заново. Когда я восстановила всю информацию на своем канале полностью, то я вижу, что у меня отключены некоторые функции. Потому что мне пришло уведомление о нарушении. То есть, когда загрузили мошенники первое видео на мой канал, то есть, они нарушили тем самым правила сообщества YouTube, разместили видео на запрещенную тему, и мне пришло уведомление о нарушении. Будто бы я нарушила. Это уведомление отключило мне многие функции на моем канале. Дальше, после того, как мошенники загрузили второе видео, то мне прилетел за второе видео страйк. То есть, предупреждение. А это значит, что я на целую неделю наказана YouTube. То есть, я не могу 7 дней загружать видео, добавлять что-то в плейлисты, вкладку сообщества полностью. Значит, у меня мошенники удалили. Кстати, я ее еще не восстановила. Вот. В общем, страйк – это серьезное наказание для блогера. И причем этот страйк остается на канале 3 месяца. То есть, 90 дней. Если блогер получает второй страйк, то наказание – это 2 недели. Блогер не может загрузить новое видео. И вообще с каналом ничего сделать не может. Ни прямых трансляций вести. Ну, как бы вообще ничего на своем канале не сможет делать. И второй страйк точно так же действует. 3 месяца, 90 дней. И если вдруг прилетает третий страйк, то канал удаляется полностью, без возможности восстановления. Так вот, получается, что у меня уже было одно уведомление. Но это еще не так страшно. Это просто меня уведомили. Что, мол, будь осторожна, не нарушай. Хотя это делала не я. Это вроде бы и не мои нарушения. И у меня уже был один страйк. И целую неделю я поняла, что я не смогу загружать видео. Но мне так обидно было, что страйк-то за что? За что это же мошенникам вынесен страйк? И, конечно же, я с этим не смирилась. И я начала добиваться отмены этого неправомерного страйка. И всем блогерам, которым наложили страйк после взлома канала, я вам всем советую бороться за то, чтобы вам убрали этот страйк. Почему? Потому что, да, через 30, вернее, через 90 дней он автоматически снимется. Но если у вас есть страйк, то ваши видео не будут ютубом продвигаться. Они не будут попадать в рекомендованные. Будут опускаться все ниже и ниже в поиски. И, в общем-то, конечно, пострадают просмотры на вашем видео. И ваша репутация. Ютуб станет более внимательно следить за всеми видео, которые вы будете выкладывать. Потому что есть страйк. Так вот, я не смирилась с тем, что страйк автоматически у меня снимется через 90 дней. Я начала бороться с этим. То есть я написала в Ютуб, опять же, адрес у меня есть. Этот адрес мне скинула партнерка. Татьяна, да, вы должны сами туда написать, попросить их убрать, эти страйки. В общем, я написала. Прошу восстановить меня в моих правах. Потому что я не могу 7 дней работать на канале, загружать видео. И что вы думаете? Буквально там через день после моего обращения мне снимают и уведомления, и страйк. Но, конечно, уже прошло со взлома, наверное, дней 5. За это время я сняла видео, снимала влоги, чтобы потом, значит, тут же выложить. Ну, чтобы время зря не терять. Думаю, когда у меня функция загрузки видео восстановится, я буду загружать уже отснятые видосы. Мошенники, кстати, так на меня и не вышли. То есть никакого там выкупа или денежного вознаграждения они с меня не потребовали. А с другой стороны, они и так мне уже подпортили мой канал тем, что все-таки разместили вот эти вот запрещенные видео на моем канале. И за что с меня выкуп, значит, спрашивать? За то, что уже на меня там страйк этот наложили, да? Как бы YouTube меня уже наказал. В общем-то, я бы и не стала платить. И вам, блогеры, говорю, блогерам всем говорю, не платите мошенникам ни копейки. Они вас все равно обманут. Вы им заплатите. Они иногда даже мелкие суммы какие-то просят, если канал небольшой. Ну, тысяч пять, может быть. Вы заплатите, они вам все равно канал не вернут. И, значит, мне, кстати, некоторые зрители пишут, что у какого-то там блогера, кого они смотрят, тоже взломали канал. И он отчаялся, создал новый канал, потому что он увидел, что нет его видео. Вы знаете, на самом деле, видео просто скрытое. Это не значит, что их удалили. Поэтому вы подскажите, пожалуйста, вот своим вот этим блогерам, кого вы смотрите, что надо бороться за свой канал. Пусть они не отчаиваются. И пусть борются. И я внизу оставлю ссылки вот на эти формы, которые нужно заполнить, если взломали канал. Значит, самое первое – это восстановить, конечно, доступ к своему аккаунту, вернее, к почте. Потом доступ к своему аккаунту. И когда вы все это восстановите, то тогда вы сможете зайти уже как владелец на свой канал. Сегодня мне пришло сообщение с YouTube. Мне написала Екатерина. И, в общем-то, перечислила все меры предосторожности, чтобы вот повторного такого взлома на моем канале не было. Еще всем зрителям хочу сказать, что, допустим, вы заходите на канал какого-то своего любимого блогера и обнаруживаете там, что закачано видео какого-то странного содержания и изменено название канала. Пожалуйста, не отписывайтесь. Не отписывайтесь. У меня несколько человек отписалось, конечно. Но они подписались вновь, чему я очень рада. И я вообще хочу выразить огромную благодарность всем зрителям своим, которые мне писали такие теплые слова поддержки. Вы писали мне в соцсетях, успокаивали меня, что все будет хорошо, что вы в меня верите, что вы от меня не отпишетесь, что вы ждете новых видосов, что вы готовы подождать какое-то время, пока я восстановлю свой канал. Спасибо вам огромное. Ваша поддержка очень была важна для меня. Меня поддерживали еще и блогеры, и среди них Рустам Искандер. Спасибо огромное. Рустам, вы тоже написали мне очень теплые слова. Поддержите, пожалуйста, Рустама своими подписками. У него кулинарный канал. Парень очень старается. И у него получается. Друзья мои, блогеры, если вдруг вам нужна какая-то от меня будет поддержка, какая-то подсказка, пожалуйста, пишите мне, пишите в личку. Я чем смогу, вам помогу. Может, какие-то ссылки вам вышли, куда надо писать. Если не дай бог с вами, с блогерами случится вот такая подобная ситуация. И, пожалуйста, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь. Канал можно восстановить. Конечно, через нервы, через бессонные ночи. Но его можно восстановить. Даже если у вас удалят все ваши видео, не скроют, а удалят. Даже видео можно восстановить. Конечно, это сделать будет сложно, но можно. Потому что, в общем-то, у Ютуба есть такая практика восстановления удаленных видео. На восстановление канала у меня ушло 7. У кого-то уходит на это и месяц, и 3 месяца. У всех по-разному. Главное – не отчаиваться. Ну и, конечно, огромное спасибо моим близким. Очень морально меня поддержал мой муж. Он от меня все эти дни просто не отходил. Очень сопереживал, очень сочувствовал. Помогал, чем мог. Ну и самую большую, конечно, поддержку оказал мой сын. Потому что в основном вот этими компьютерными всякими восстановлениями, паролей, доступов занимался он. Потому что, ну, конечно, он у меня очень хорошо в этом деле соображает. Ну и хочу поблагодарить, конечно, партнерку свою, Эйр, Вадима. Хочу поблагодарить менеджера за то, что с первых же обращений с моих он меня успокаивал, чтобы я не паниковала, что мы восстановим канал, обязательно восстановим. И высылал он мне ссылки, куда надо было переходить и что надо было заполнять. Вот. Так что партнерка Эйр, конечно, в этом деле сыграла тоже важную роль в восстановлении моего канала. Для меня мой YouTube-канал – это мое детище. Это моя работа. Ну, другой работы-то у меня нет. Можно сказать, что я работаю в YouTube. Выкладываю видео. И, конечно, это заработок, это еще и хобби, это еще и общение с вами. На канале уже более 700 видео. И потерять, потерять свой канал, конечно, было бы очень печально. Конечно, не трагедия. Я уже готовилась морально к тому, что я заведу себе второй канал с таким же названием и буду снимать видео, начинать все с нуля. Ну вот, слава богу, что не пришлось этого делать, начинать с нуля. А я теперь буду и дальше продолжать снимать для вас интересные, разнообразные видео на разную тематику. Когда сейчас уже практически заканчиваются дачные влоги, потому что, ну, все-таки уже погода осенняя и работы на даче все закончены. Далее мы с вами перейдем, как говорится, ко мне в дом. И будут влоги домашние, на различные темы, может быть, на психологические темы и так далее. Задумок у меня много, их только надо воплотить. Ну и кто все-таки успел отписаться от моего канала, и если вы сейчас меня смотрите, я рада всех вновь видеть вас на своем канале. Так что, друзья мои, еще раз всех благодарю вас за поддержку, и что вы вновь со мной, ну, а я вновь с вами. Ну, вот на такой радостной ноте я с вами ненадолго прощаюсь, всех вас целую, обнимаю. С вами была Татьяна.